Друзья, всем привет! Я Ольга. Хотела бы рассказать о том, что в прошлом видео я говорила про развод на деньги в интернете, когда ищешь работу. И меня посетила мысль о том, что можно же написать им сообщение с просьбой вернуть мои деньги, что курс мне не понравился. И как вы думаете, на самом деле они меня услышали, и в этот же день, когда я к ним обратилась, они мне ответили, что окей, средства будут возвращены в течение трех дней, ожидайте поступления на счет. И действительно, деньги мне вернули, чему я очень рада. Ребята оказались не добросовестными, честными, как я о них первоначально и подумала. Такие они и есть. Деньги мне вернули, курс мой закрыли, доступ, то есть все, претензий у меня к ним нет. Так что я могу сказать, что не все обманывают в интернете по поводу курсов. Может быть, за все курсы можно возвращать деньги. Попробуйте, если кто-то натыкался, оплачивал курсы, и в итоге обучение не понравилось. Попробуйте вернуть деньги, если еще время есть у вас. Так что я довольна. Еще у нас новости. Глеба я оформила в школу. В школу по дополнительным занятиям, вечерним. То есть перед первым классом будем мы ходить в школу, которая у нас находится в полутора километрах от дома. Там бесплатная подготовка. А по прописке в школу мы идем, которая находится в 500 метрах от нас. Там обучение платное. Поэтому мы решили ходить, естественно, в бесплатную, так как мы еще платим за музыкальный колледж. Там тоже у нас подготовка идет. 21 ноября у нас будет отчетное выступление. И если там Глеб себя покажет хорошо, выступит удачно, то тогда нас, возможно, это как бы первый плюсик, возможно, нас примут в этот колледж. А основной экзамен будет в декабре. То есть если в декабре он там уже, я не знаю, сыграет что-то такое более серьезное, то тогда уже точно скажут, ребенок талантлив, мы его берем. Хотелось бы купить ему инструмент, но хочется купить хороший, чтобы был один и на все года, а не такой, чтобы вот купить сейчас, абы какой, да, потом избавиться от него. В общем, пока мы терпим. Пока мы смотрим, что из этого выйдет дальше. Конечно, есть возможность еще по вечерам ходить, заниматься в музыкальный колледж, но у нас уже, конечно, и так нагрузка большая. Мы почти каждый день ходим заниматься в музыкальный колледж, кроме четверга. Плюс у нас еще среда-пятница добавится школа после музыкального колледжа. Мы будем туда ходить. Так что, я думаю, нагрузки для Глеба хватает. После Черногории, где мы привыкли вообще ничего не делать, да, просто отдыхали с утра до вечера каждый день, то здесь нагрузка такая серьезная, для него ощутима. Он приходит вечером просто такой уже весь уставший. Он поест в телефоне, вот так залипает и потом засыпает моментально. Еще какие новости, хотела сказать. Очень у нас холодно в Воронеже, прям вот совсем, я не знаю почему, прям минус 11, минус 8, мы прям одеваемся тепло-тепло там. Достали все свои зимние шапки, перчатки, варежки, кофты, уги, все-все, что у нас было, мы все это подоставали. И одеваемся очень тепло, потому что, ну, по-другому просто никак невозможно терпеть этот мороз. А что будет дальше, боюсь представить. Ну, конечно, я имею представление, да, после 8 лет жизни на Урале, но как-то уже я отвыкла, хочется солнышка и тепла. В этом плане Черногория очень, конечно, нас баловала, радовала солнышком, теплой погодой. Здесь этого очень-очень не хватает, конечно же. Вот, такие мои новости по работе. Работаю я до сих пор еще, мне уже, честно говоря, это так надоело. Вроде бы и за это хочется взяться. Потом начинаешь вникать, углубляться и понимаешь, что зарплата маленькая, что никак. Уже хочется, я не знаю, даже вот в такси хочу пойти работать, потому что, ну, а куда деваться? Работать-то надо все равно как-то. Я не знаю, ребята, подскажите, что мне делать, где мне найти работу? Прям вот у меня голова уже кругом идет. В интернете хотелось бы начать, но что-то быстро сказка сказывается, да и не скоро дело делается. Да, вот это вот мой случай как раз. В общем, не знаю, ребят. И там, и там, и там я везде думаю, где же мне найти эту работу. Да, кстати, хотела поделиться приятной новостью напоследок, да. Я сейчас занимаюсь Еленой Блиновской, марафон исполнения желаний. Так что вот, например, давайте отметим сегодняшний день, да, сегодняшний вот наш момент, когда я говорю о том, какие у меня дела, какие у меня есть планы и проблемы. И потом, значит, в течение какого времени у меня начнут забываться мои желания. Я так прям этого хочу, знаете. Наконец-то, наконец-то, наконец-то у меня исполнилось то-то, 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 то-то. Прям очень надеюсь, что все так и будет. Так что вот, сегодня день у нас такой, как бы точка отсчета пошла. На этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите свои комментарии. Пока-пока.